Умеете ли вы экономить? Не спешите отнекиваться. Даже если навыки бережливости вам пока не знакомы, мы поможем вам их в себе развить. Не важно, сколько вы зарабатываете. Важно, умеете ли сохранять деньги. Источник благосостояния – бережливость. Многие говорят, я не умею экономить. Это заблуждение. Экономить и копить может каждый. Главное, захотеть и вооружиться несколькими стратегиями. Какими? Узнайте из этого видео. Контроль над эмоциями. Психологическое состояние человека сильно сказывается на его отношении к деньгам. Бесконтрольные эмоции нередко приводят к иррациональным тратам. К примеру, многие видят в деньгах универсальный антидепрессант. Меня все достали, пойду куплю очередную ненужную дрянь. По мнению психологов, такое поведение – это попытка доказать обидчикам свое превосходство. Я лучше, потому что могу позволить себе это, а они нет. К чему это приводит? Верно, к выбросу денег на ветер. Поэтому одна из стратегий, которая поможет вам существенно сэкономить – контроль над скрытыми эмоциональными факторами, съедающими деньги. Отказ от ненужного. Загляните в свой еженедельный список покупок. Все ли в нем вам жизненно необходимо? Речь не идет об отказе от покупки мяса, ибо дорого. Или от покупки нового уюта. Можно походить им неглаженным. Экономия должна быть разумной. Речь идет о вещах, которые вам действительно не нужны, но поддавшись рекламным уловкам, вы раз за разом тратите на них деньги. К примеру, можно ли ухаживать за волосами без чудодейственного бальзама-ополаскивателя? На самом деле вещей, на которые не стоит тратиться множество. Исключите их из своего списка покупок, и вы увидите, сколько свободных денег у вас появится. Разница между ценой и ценностью. Уоррен Баффетт, известный предприниматель, крупнейший инвестор в мире, один из богатейших людей на планете. Его состояние оценивается в 66 миллиардов долларов. При этом Баффетт невероятно экономен. Давным-давно Бен Грэм сказал мне о том, что цена – это то, что ты платишь, а ценность – то, что ты получаешь. Неважно, говорим мы о носках или об акциях. Я люблю покупать тогда, когда цена максимально низкая. Но экономия эффективна лишь тогда, когда понимаешь разницу между ценой и ценностью. Урвать по дешевке не значит сэкономить. Сэкономить – значит купить ценную вещь по максимально низкой для ее цене. Семейная бережливость. Почему большинство семей не удается откладывать деньги? Казалось бы, ответ очевиден. Коммунальные услуги, транспорт, еда, предметы быта – далеко не все статьи расходов семьи. А еще развлечения и различные незапланированные траты, типа внезапного приглашения на день рождения. Но зачастую причина не в том, что копить не с чего, а в том, что супруги не умеют экономить. Экономия в семье начинается с планирования общего бюджета. Необходимо знать, сколько денег и на что вы тратите. Следующий момент – хозяйственное отношение к быту. Если муж может сам починить кран, зачем платить сантехнику? Немаловажно также оплачивать счета вовремя и кооперироваться с друзьями для совместной выгоды. Вариантов экономии денег в семье на самом деле множество. Только пользуйтесь. Умный шопинг. На оплате товаров и услуг можно существенно сэкономить, если совершать покупки расчетливо. К примеру, не стоит гнаться за брендами. Во-первых, громкое имя и высокий ценник не всегда свидетельствуют о качестве. Во-вторых, неразрекламированные аналоги зачастую ничем не хуже. Кроме того, стоит тщательно следить за расходами, если рассчитываешься банковской картой. С нематериальными цифрами проще расставаться, чем с реальными бумажными деньгами, доказано психологами. Есть и другие законы умного шопинга, о которых следует знать, если хотите научиться экономить. На этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!